приветствуюсь ребята на канале роли game онлайн с вами россии это рубрика ностальжи и сегодня мы рассмотрим с вами игру под названием хроники риддика побег с бухты местника игра вышла в далеком в 2004 году это шутер как ни странно в принципе в этом шутере принимал активное участие сам протагонист этой игры это вин дизель игра была создана по на основе фильма а если быть точным она даже вышла немножко раньше чем фильм так сначала нам нужно набрать имя сестра это чем я клавиатура не хочет работать чё только так надо это будет да я просто вот начались не соединяюсь отвлекся в общем игра вышла немножко раньше чем фильм практически перед премьерой и в принципе искал определенный успех вин дизель принимал активное участие озвучки персонажа а принимал даже некоторые реплики он переписывал а потому что нему не нравились также он выступал со продюсером то есть активно наблюдал за созданием что все было супер-пупер красиво и по канонам разработки игры также участвовала непосредственно студия игровая вин дизеля да кстати тоже делает игры но на теле делал в общем хлопец принимал прямые в этом участие потому что семья превыше всего и он не мог их оставить без своей помощи гранам рассказывают за риддика который находился в тюрьме под названием бухта мясника в этом есть упоминание в самом фильме ну а пока смотрим заставку м м м и м м м м м м м Продолжение следует... 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 как он убил какую-то тварь в пещере. Там, опять же, было воспоминание, точнее, упоминание о том, как он получил эти глаза, благодаря которым он может видеть в темноте. В фильме он это рассказывает за то, что он в тюрьме, предположительно в бухте мясника, где мы сейчас будем с ним находиться, обменял, ну, сделали ему операцию, за которую он потратил 20 ментоловых сигарет. Так, ладно, в общем, появились мы. Это, кстати, тюрьма, с которой практически невозможно сбежать, но, конечно же, не для Ридика. Так, F1, help. Ага, ага, нажмите E. Диалог мод. Ага, понятно, хорошо. Итак, значит, мы E. В общем, он командовать нам не идти, пока он не скажет. Какой-то предположительный мексиканец не хочет подчиняться Джону. Ничего, мы тут стоять будем. Да. Нам предлагают напасть на Джона сзади. Чё-то не получилось. Ребят, чё-то, чё-то не вышло. Не додавил, походу. Ха-ха-ха-ха. Эй. Эй. Не двигайся. Это не, Джонс, ты бежал. Ты не двигаешь, пока я говорю. Эй, эй, держи. Ты идешь, куда я говорю. Когда я тебя закрываю, я просто закрываю. Ты хочешь, Дэзи? Ещё раз. Ну, понятно, да. Ладно, может, это надо задержать, как-то вот так. Да. У меня это получилось. ДНР. Я думаю, надо сделать так. Да. Я был прав. В общем, что мы узнали, что оружие, которого охранников, мы не можем им воспользоваться, потому что оно имеет защиту на ДНК. Так, сигареты. Пачка сигарет. Так, help. Нажмите Е, чтобы воспользоваться лестницей. Ну, я просто спрыгнул. Так, присядем. Ну, понятно, это С. Давай драться. Давай, попробуй меня уделать. Стынок. Так, это чё? Это ничё. Ну, оружие я ж не могу брать. НС. Ну да, невозможно использовать. В общем, пока мы не получим доступ к ДНК, мы не сможем ещё сделать. Так, я взял карту. Не знаю, где она лежала, но я её взял. Теперь мы можем её использовать. Кстати, обратите внимание, из-за того, что игра от первого лица, то есть сам по себе Двин Дизель, в коем он есть, очень классный, его не видно. И для того, чтобы немножко это компенсировать, сделали действие, которое происходит в игре, то есть открытие дверей, избирание или спускание вниз по лестнице. Камера как бы нас переносит на вид от третьего лица и где мы во всей красе можем рассмотреть это волосы, красавчика. Да, так это нам рассказывают за стелс, хорошо. Я рад. И чего? Короче, есть у нас такая штука, что мы можем так вот в угол прятаться и выглядывать из-за угла. Вот так вот. Сынок. Так, я взял кусок трубы. Кстати, есть какой-то инвентарь, здесь что-то наподобие такого, наверное, не манихлина. Так, ладно, идем дальше. Да, типа, есть вентилятор где-то сверху и мы такие начнем заниматься портковом. Смотрите, видите, вот он красавчик. им я прежде всего. Так, а теперь здесь наверное надо будет допрыгнуть на вверх. Так, видите, все сразу виды маскулатура. Ну, я по идее, наверное, могу, мне кажется, сверху прыгать там. Атаковать. Ну, кстати, он на кусок трубы пригодился. Так. Я не знаю, куда я иду, зачем я сюда иду. Так, вы можете использовать, заряжать картриджем для того, чтобы, ага, понятно. Короче, я взял картридж, который повышает хп, и я могу их сдержать вот в этой хрени. Такая неприятненькая процедурка, 4 квадратика тринок, наш пидпоинт. Хп-бар. Ну-ну-ну. А, даже так. Неплохо. Так, значит, у нас есть еще одна пачка сигарет. Какая-то хрень, водичка, скорее всего. Оружие я у него взять не могу. К сожалению. Тут нельзя запрыгнуть. Как и чего? А, типа мы можем делать вот такие фишки. В общем, игра больше ориентирована на ближний бой. Тут, типа, хороший ближний бой, хорошая стелс-система. Вот, по поводу стрельбы, как все говорят, но я читал просто в интернете отзывы, мнения игроков по поводу этой игры. Ну, типа, стрела здесь посредственная такая. То есть, никакой практически ни отдачи оружия, нормального ничего. Блядь, он уже сдавалит. Да, он меня завалил. Интересно, это с самого начала начнется все. Я, кстати, что-то не глянь, может, то есть какое-то сохранение. Да, оно сохранило меня на бюджет. Но я неправильно наверное просто открываюсь, мне кажется. хорошо, что он косой. А, все, я с ним справился. Я возьму, что-то ганну и у меня будет бить. Не понял. А чуть-чипа она по мне не стреляет. А тут есть фонарик. Это интересно. То есть, я до этого пушки пропустил. Так, спустимся здесь. Уже не буду спрыгивать, потому что я знаю, что можно воспользоваться E. Да, может, тут что-то есть. но ничего. Я заблудился в трех стенах. Рассказывать, что можно включить. Ох, их тут двое. Блин, что я прячусь, можно их раздуплить с дробовика. Хотя, можно пройдет, я попробую задушить. что-то сюда не идет. Блядь, ни хрена себе, что это было. во-первых, где мой дробовик? Я не могу его выбрать. Ага, вот он все. Ладно. Ладно, я тебя подсвечу. Ой-ой-ой. на все, что ли? Блин, я вообще не понимаю, что тут происходит. А, все понятно. Дробовики я брать могу, а автоматы брать не могу. Зато теперь мы точно в этом убедились. Так, ладно, повторяем опять. Блин, жалко, что мне хапочки мало. Ладно, не получилось. На еще искать, что на этот раз как я, уже лучше с ними разобрался. Это было неожиданно это было неожиданно приятно. Ну, стрелки не такие себе, конечно. Сколько вас тут? Это один вопрос. Второй вопрос. где находится миссинг иди на свет, Редик. Да, иди на свет. Хотел спросить, где находится хилка какая-нибудь, но уже не надо. это ему снилось. Это ему снилось. неожиданно. Хилка какая-нибудь, неожиданно. Хилка какая-нибудь, неожиданно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Общаться с другими заключенными Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет физического контакта, нет контрабанды, ничего нельзя сделать без решения охранников, надо собрать правила и так далее Экзиби здесь еще участвовал, ребятки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это наша дыра И нам посоветовали не дышать Ну вот такие вот дела Ну все равно я считаю, что на 2004 год игра сделана очень даже отлично Не скажу, что здесь передовая графика, но смотрится даже сейчас довольно приятно Субтитры сделал DimaTorzok Открылась камерам Найдите BicaSpot В общем здесь у нас есть журнал, в котором мы можем посмотреть Наше задание Вот есть наш инвентарь, что у нас в инвентаре Немножко денег Будут сигаретки и прочее Ну мы конечно с вами можно Видите Даже на то время уже можно было слить Параши Камилы рисунок Наверное Мама и дети Кто-то гомном измазал Скорее всего Но это уже совершенно другая история Поэтому, ребятки, я считаю, что игра для своего времени была очень даже неплохая Любителям Вина Дизеля в первую очередь Любителям вселенной Ридика Любителям Старых игр и шутеров Наверное обязательно к Использованию и прохождению Ну а с вами был Росси Это был канал Роли Гейм Онлайн Спасибо за просмотры Надеюсь вы что-нибудь напишите или Поставите лайк или дизлайк Не имеет значения Но все равно это будет приятно Так что всем пока и до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok